9 января отмечается народный праздник Степанов День. Верующие православной церкви в этот день чтут память апостола-первомученика и архидиакона Стефана. Продолжаются святки, которые будут длиться до 19 января. В этот праздник обычно защищают дом от сглаза и порчи. Девушки гадают на суженого, и все, кто хотят обогатиться, проводят простые обряды для привлечения денег. Приметы на 9 января говорят, что денежные обряды в этот день наиболее эффективны. Святой Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей. На Степанов День поили лошадей через серебро, чтобы не болели и были добрыми. На Могутность нарезвый ход весной в борозде с сахой бараной. В деревне мальчишки носили по домам охапки сена, оставляя в каждом доме клочок для коровы, а хозяева их угощали. Также по углам двора ставили осиновые колья, чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву. На Руси этот день был примечателен тем, что пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С той поры сохранилось несколько пословиц. Степана в день пастуха год кормит. В пастухи наймешься, вся деревня у тебя в долгу. На святого Степана каждый себе пан. Еще в этот день девушки хоронили свои печали. Для этого в определенном месте устанавливали чашу пагубную. И девушки, подходя по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов, как если бы смывали тоску сердца. Начинались молодежные вечеринки. Во время святок, несмотря на запрещение церкви, на Руси было принято колядовать, рядиться, устраивать игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять с Рождеством колядой, шутить и петь песни. 9 января угощались колядками, маленькими пирожками из пресного теста с разными начинками, а также медовыми пряниками. Обязательным атрибутом праздника были фигурки из теста в виде коров, овец и пастухов. Ими украшали стол и дарили их родным. В народе говорили, пришел Степан, на нем красный жупан. Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шел снег, это предвещало ненастье и мокрую погоду. Церковь сегодня отмечает Степанов день. Этот праздник преподает на святки. Волшебные дни, когда все заговоры приобретают особую чудодейственную силу, а все гадания обязательно сбываются. Традиционно в этот день люди идут в церковь, чтобы помолиться святому мученику Степану. Считалось, что Степан приносит в дом благополучие и изобилие, если сегодня ему помолиться и попросить подсобить с деньгами. Приметы на 9 января говорят, что сегодня принято, чтобы женщины желали своим детям и другим своим родственникам благополучия и здоровья. Люди верили, что Степан слышит все пожелания и помогает им воплотиться, покровительствуя тем людям, которым пожелали добра. А чтобы привлечь деньги в дом, в течение дня в доме нужно жечь ароматические палочки с запахом корицы или ванили. Эти пряные ароматы привлекают денежную энергию. А еще сегодня нельзя выбрасывать хлебные крошки. Они являются символом достатка. Если их выкинуть в мусор, то туда и деньги пойдут. Поэтому все крошки нужно собирать со стола и скармливать птицам или животным. В этот день читают заговор, чтобы привлечь деньги. Для этого нужно сделать денежную шкатулку. Выберите самую красивую шкатулку или коробочку. Положите в нее крупную купюру и прочитайте заговор. Деньга к денежке прилипает, в мою сокровищницу прибывает. Деньги денежками размножаются, в моем кошеле умножаются, в моем доме прибавляются. Да будет так! Потом поставьте шкатулку на самое важное место в доме. Не тратьте эти деньги, они будут в течение года притягивать своих собратьев. Согласно приметам, считается, если в этот день воронье уходит по снегу, то скоро будет тепло. Если сидит на верхушках деревьев, то холода еще долго продержится. Туман сегодня сулит скорую оттепель. Красная луна к снежному и теплому грядущему дню. Приметы на 9 января говорят, что люди, умывшиеся сегодня талой водой, смоют с себя любой сглаз и порчу. Если попросить в молитве у святого Стефана богатство, то он его пошлет. Если в этот день пошел снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод. Если все маленькие птички попрятались, то вскоре пойдет снегопад. Если вороны начали гнездиться не на деревьях, а на снегу, то вскоре наступит тепло. У лошади копыта начали потеть, ожидай быстрого прихода весны. Лошадь фыркает, либо на землю ложится, быть теплу. Если к людям заяц прискакал, а гуси стали лапки поджимать, то жди холодов. В народе считается, что родившиеся 9 января становятся хорошими хозяевами. Носить им следует яшму, как оберег.